Об эффективном использовании бюджетных средств говорил сегодня в Рео главы республики на видеоконференции с главами муниципалитетов. Реализация любых программ требует тщательной проработки проектно-сметной документации, своевременного участия в аукционах. Но так бывает далеко не всегда. На ремонт дворов, тротуаров, площадок выделено полтора миллиарда рублей. Контрактов в муниципалитетах заключено всего лишь на 146 миллионов. Разница очевидна. Специалисты утверждают, что вся проблема в плохом качестве проектно-сметной документации. Ее приходится переделать по нескольку раз, чтобы получить положительное заключение экспертов. Минструй не раз передвигал сроки 1 мая, 1 июня. По данным профильного ведомства, найти подрядчиков успели Чебоксар, Новочебоксар, Скалатарь и ряд других муниципалитетов. Но большинство так и не сумели выйти на аукционы. В следующей неделе должны уже отработать по замечаниям и получить положительное заключение экспертизы. Я понял вас. Слова оправдания, конечно, они найдутся в любом случае. Но, к сожалению, действительно мы не получили, как говорится, положительное заключение экспертизы. И, соответственно, не смогли еще объявить аукционы. Согласен, что, как говорится, недостаточно отработали по этому вопросу. Просто так держать деньги и не сделать, тем более в таких трудных условиях, это преступление. Вот вы очень любите, когда что-то не получается, кивать на республиканские власти, на федеральное правительство. Вот здесь вот, посмотрите, как бы ситуация. Все в ваших руках. Все только в ваших руках. И вот теперь тоже так же лично я требую от вас, чтобы вы дошли до каждого двора и объяснились людьми. И расскажите, почему вы не смогли сделать. Жесткий разговор вылился в конкретное решение. По поручению Олега Николаева до 1 июля все, кто успел провести аукционы, должны заключить контракты с подрядчиками и выложить все сведения в открытый доступ. Как того требует закон. Реализация самой программы рассчитана на три года. Остальные средства этого года будут перераспределены с учетом первоочередных потребностей муниципалитетов. Они уйдут на модернизацию систем теплоснабжения, газификацию заволжья, поддержку личных подсобных хозяйств, занимающихся молочным животноводством. Продолжение следует...